Всем привет, ребята! Да? Всем привет большой! Мы проснулись с Тёмочкой. Вот моя радость. Проснулись в хорошем настроении, да? Тём, проснулся, да? Хе-хе, хороший мой. Сейчас умываться поставила ему водичку. Будем умывать глазки. Умывать глазки будем. Вот так вот он тут лежит. Да, что-то болтает. Сегодня у нас сейчас 10 утра. В час у меня стоматолог. У меня кто-то в комментариях спрашивал, как там у меня с зубами. Была я уже один раз у стоматолога. Один зуб посмотрели. Сейчас иду второй раз через неделю. Но вообще как бы я не очень довольна, потому что один зуб мне вроде как сказали, может быть, на удаление. Сейчас я записалась к другому врачу и спрошу, но чтобы он уже сказал, что делать. Если оба говорят удаление, то это ужас. У меня коренной зуб на удаление внизу. Не знаю. Ну, хотел такой красивый вроде, да? Знаете, белый там, не какой-то там чёрный. Не развалился. Это тот, который болел у меня с острой болью. Ну, не понимаю, конечно, почему удаление. Посмотрим, короче. Сейчас я наливаю себе кофе. С Демидом посидит мама. Мы поедем за ней. Не вот такие дела. Вчера были на собрании в школе в 7 вечера. Много чего, много чего рассказывали про первый класс. Уже сдаём денежку на дополнительное занятие. Но мне нужно сдать денежку сейчас, чтобы закупили там для этого занятие тетради и всё такое. Да? Весело тебе, да? Ты грызёшь краба. Грызёшь клешню какую-то, да? Одну из. Да? Да? Что не высохло, пока оставила у многих. Что, они ещё к резинке не повысыхали. Ой, Демочка кричит. Демочка прям научился. Он иногда в голос, как кричит на всю квартиру. А потом сам над собой улыбается, да? Скажи, я кричать тебе в голос прям. Хороший мальчик. Сладуська моя. Кто ты, Винни-Пух, что ли? Винни-Пух? Ой, хороший мой. Шлёдость. Маленькая шлёдость. Маленькая шлёдость. Кто будет умываться с утра? Умываются котята и зверята и ребята. Все умываются с утра. Да? Все умываются. Пока не умываешься, не проснёшься до конца, да? Вот так. Ой, как глазик. Хорошо помыли. Второй глазик, да? Вот ты мой хороший. Мама зуб сегодня пойдёт, зубы смотреть свои, лечить. Мне, кстати, представляете, вчера позвонили с женской консультации. И только сейчас, когда ребёнку три с чем-то месяца, мне нашли талон на послеродовое УЗИ. Так что 1 июня у меня УЗИ. Ну, конечно, это очень быстро, да. Прям очень быстро они нашли мне талон на послеродовое УЗИ. Да, Димит? Вообще, я уже скоро в школу пойду, а они тут только очухались. Да? Кому интересно, как у нас организован комодик, сейчас покажу. Я безумно рада, что я взяла именно с пеленальным столиком. Это очень удобно. Реально, с моей спиной вообще я не наклоняюсь. Даже дело не только в спине. Дело в том, что вот в одном месте вот ребёнка положила, и в одном месте никуда бегать не надо. У тебя лосьоны, присыпки всякие, всё, что нужно, да, кремушки всякие разные, влажные салфетки. Всё в одном месте и сразу под рукой. Также вот у меня сразу под рукой всякая аптечная, там, да, витамин Д я сразу даю. Аквалор вот сейчас капаем, там, ногтики подстричь. Ватные палочки, в принципе, для меня, мне кажется, бесполезная вещь. Я, ну, я ими не пользуюсь, да. Я ими пользовалась, когда там, может, пупок что-то обрабатывали. А сейчас их нужно, наверное, отсюда вообще убрать. Здесь мои, нужно пополнить вкладыши. Всякие разные платочки мы пользуемся, когда на улицу идём или на коврике. Слюнки текут, вот платочки разные, остальным тоже не пользуемся. Чепчики всякие, можно тоже убрать уже. И так как вот эта часть закрыта, раньше у меня тут были подгузники, пелёнки, но их нужно часто пополнять в корзиночку, поэтому мне неудобно. И так как полинальный стол всегда открыт, Ох ты мой сладкий! Тут я положила вещи на вырост. Тут у нас 74-й, 80-й уже есть, даже на годик вот есть нам дарили. Ну, такое, знаете, на вырост, то, что мы не носим, и вот чистые пелёночки эти, как они, простынь. Так что здесь такое вот, чем не пользуемся, и когда комод открыт, я вот этим пользуюсь. Так, что у нас там? Здесь у меня вот так вот лежит одежда. Три контейнера, здесь контейнеров нет. Здесь у меня одежда всегда, битком. Тут у меня вот пелёночки. Здесь четыре помещаются, здесь по три. Ну, где-то одиннадцать, да, десять. Десять пелёночек помещается. Здесь у меня такой квадратик, такой своеобразный, для всяких царапок и носочков. Так что вот у нас именно одежда, которую мы носим, прям вот она именно в одном ящике поместилась. На улице у нас вообще в другом месте лежит наш комбез. А вот здесь я уже сделала такой ящик с подгузниками, с пелёнками одноразовыми, и чистое полотенечко у меня тут всегда лежит второе. Третий ящик такой, знаете, тоже на вырост. Вот это нам стало маленькое, чуть-чуть. Нам уже надо вот это постирать, убрать. Я всё никак не могу, постепенно убираю всё. И такие тоже запасики, там фотоальбом. Ну, вот такой вот. Включила я робота-пылесоса. Ещё из нового мы убираем кокон. Вот видите, как он кричит сейчас. Хотя настроение хорошее. Я постираю вот это всё, и всё. Кокон у нас уходит на шкаф, вот в свой чехол. Мамин, я всё равно. Кто там, пылесос? Пылесос что? Там пылесос что? Так. И мамин, я для нас сделала. Всё, могу с тобой сидеть. Дёна покушал. Хотела вам сказать, что вот мы, у меня просто спрашивали. Мы Дёну собираемся крестить. Я собираюсь это делать, ну, где-то июнь-июль. Ну, вот летом. В летние месяцы. Обязательно будем крестить. Только я пока... Мы не можем выбрать ещё крёстную. Крёстную у нас нет. Нет, не можем выбрать. Вообще не из кого выбирать, по факту. Вот. Поэтому вот в этом состоит проблемка. Не знаю, кого крёстной делать. Нужно почитать, узнать, можно ли без крёстной. Если нет, то не знаю. Будем что-то придумывать. Вот такие дела. Я уже крестильные наборы смотрела. Крестильный наборчик купим. И я так понимаю, когда детей таких маленьких крестят, крестик-то ещё не одевают. Он просто будет, я так понимаю, лежать у нас где-нибудь. Маленьким таким крестик ещё не одевают. Дамира мы попозже где-то крестили. Может быть, ему уже год был или полтора. Попозже так его крестили. Сейчас хочется уже пораньше. Нам в школе вчера дали уже список. Всё, что нужно покупать. В школе и бассейн будет. Ну, у нас много чего уже из этого списка есть. Так как мы очень давно уже начали всё новое покупать, и я складывала это всё в шкаф. Ему наверх к школе. Всё новенькое, всё складывали. Поэтому мне нужно просто будет в какой-то день всё пересмотреть и докупить. В бассейн точно мы ничего не покупали, поэтому в бассейн нужно будет уже новое полотенце, там для плавания шортики, или как это называется, да? Ну, короче, купальник, шапочка и всё такое. В бассейн мы точно ничего не брали. Ну, куда ты поднимаешься? Куда поднимаешься? Лежать не хочешь совсем? Поднимается прям, не хочет лежать. Ну, куда ты поднимаешься? Куда? Побежать уже хочешь? Солнышко. У нас сейчас уже 11. Я уже быстрее хочу к томатологу. Завтра у нас с Демидом на 3 месяца врач. Опять забыл, какой хирург, что ли. Ой, надо будет посмотреть. Это ладно, у меня в памяти всё не отложится. Это ладно, хоть я, знаете, приноровилась в календаре, в телефоне просто отмечать все дела, всё, что будет, всё, что нужно сделать. И вот у меня на завтра моё УЗИ и врач Демида. Вот. Дема любит прям зайчика этого Алила. Он ему ушки прям грызёт. Занят ребёнок. На ёжика смотрит, наверное. На бортики. Мы с Дёмочкой собрались и едем к маме. Скоро у меня стоматолог. Маме ничего делать не даёшь совсем, да? Приехали к маме. Сейчас буду ей помогать с госуслугами. О, это точно. А то это там трэш. И потом поедем к стоматологу. Всё, полечили мне зубы. Всё-таки мне сказали, что они будут удалять тот зуб, не видят показания для удалений, где был гной. Непонятно, почему мне сказали его изначально удалять другой врач. Так что мне поставили туда лекарство какое-то, она сказала, прям такое крутое. Ещё какой-то кальций. Сейчас у меня две временные пломбы. Следующая запись на 7 июня. И уже всё это лекарство уберут и постоянные пломбы поставят. И те зубы, которые развалились, всё сделают. Вот. Так что продолжаю лечение. Я очень рада. Она даже сказала, такая добрая врач. На прошлый раз я ходила с Демидом. Не с кем было его оставить. И он спал и проснулся посреди лечения. Его медсестра взяла на руки и всё, мне долечили зубы. И вот она мне говорит, даже если не с кем оставить, приходите с ребёнком, всё будут нянькаться медсёстры, а я вам лечить зубы. Так как лечить всё-таки надо. Сейчас буду от Демиду менять памперс. Они с мамой погуляли возле больницы. Дёмочку подмыли. Будет тут лежать, играться. А я маму красить. Тут придумали что-то импровизированное, да? Вот ты мой. Мы уже с Дёмой дома. Я тут поставила себе кастрюлю с водой. Поставила воду. Нам с Дёмой помыться. А то сейчас Дамир придёт за занятия. Я его на занятия отвела к логопеду. Витя и все, чтобы не толпились. Вот мы с Дёмой сейчас помоемся. А уже потом Витя с Дамиром. У мамы были мы долго. У меня уже тут всё высохло. Буду сейчас это всё по шкафчикам. Набрала я Дёмочки в ванну. Сама уже тоже помылась. Сейчас буду его купать без матрасика. Так поливать и мыть хорошо. На купала полностью помыла золотого мальчика. Всё, весь чистый. Весь чистый. Как и мама. Осталось братику вечером, да, Дёмочка? Сейчас будем мазаться. Ой, забыла закрыть когда-то. Сейчас будем мазаться, одеваться. У меня тут процесс готовки отбивных с гречкой сегодня будут. Вот Дамиру очень понравились отбивные. Так что сегодня ещё раз их делаем. Без гречечкой. Дёмочка уже спит. И я побегу тоже спать. Очень сильно устала. Завтра у меня будет тяжёлая ночь. Я буду завтра готовить борщ ночью. Потому что днём сейчас ничего не получается. Демиду нужно быть всегда у меня на руках. Даже когда он лежит на коврике, он не хочет оставаться один. И я с ним вместе лежу и мы играем. Поэтому днём уже мало времени делать дела. И остаётся только ночь. Вот. Такие дела. Так что буду с вами прощаться. Всем большое спасибо, что были со мной. И всем пока-пока.